добрый день дорогие друзья уважаемые подписчики вот сегодня привезли такой интересный экземпляр батарея которая была у меня я думаю года минимум три года тому назад но возможно даже 4 потому что такие наклейки я не давно не использую каждый год я меняю немножко дизайн своих наклеек дизайнер и это батарейка у меня долго не появлялась умеем минимум три года вот с такими показателями эта батарея ушла от меня батарея 2014 года варта это варта у нас и вот значит пятая цифра это будет у нас 1 2 3 4 а 6 6 цифра это вот будет 4 4 это 14 год варта штатная на какой-то джинке стояла но я даже не могу предположить на чем она стояла последнее время эта батарейка ездила на двенажки и вот сегодня она пришла значит вот с такими показателями замер я делал на улице 20 процентов посоху 98 заряд и 233 ампера пускового тока это после того как мы сбили верхнее напряжение ну вот сейчас я и занес она немножко отогрелась и вот снимаем такие показатели с так надо вспышку убрать эту на меня будут ругаться что не видно вот так вот 23 процента посоху батарейка как бы полностью заряжена 247 ампер это батарейка выкатывает 1115 сопротивления и 1282 нсс батарейка отстоялась уже где-то полчаса нрц чуть-чуть поднялось было 1276 так ну что попробуем в принципе с такими показателями я как правило за батареи уже не берусь но зима заканчивается на носу у нас весна на носу потепление и давайте попробуем объем батарейки емкость довольно таки приличная 70 батарея для двенажки но нам надо выкатить хотя бы минимально 350 ампер добиться вытащить с этой батареи если мы вытаскиваем 350 ампер то эта батарейка раз 8 лет она отрубила отработала значит эта батарейка у нас продолжит служить родному отечеству тем более батареи у нас сейчас растут с космической скоростью до обеда 37000 парни приехали покупать поехали снимать деньги приехали после обеда батарея уже 40 так что неизвестно сколько они будут стоить будем надеяться что цена устаканится стабилизируется этот парень парняга который привез эту батарею только что приобрел эту двенашку и на новую батарею честно говоря у них денег нет ездить очень хочется очень хочется поэтому давайте начнем работу с этой батареи первую очередь конечно мы сейчас ее про свернем засвернем вы свернем сделаем дырочки дырочки будем делать либо здесь либо дырочки либо отверстие как вам удобнее будет тогда включу вспышку вот так либо с этой стороны вот в этом углублении либо с этой наверное все таки по привычке здесь ни в коем случае нельзя сверлить в крышке чтобы не испортить газовыделение так ну что ж давайте засверлим ся будем мерить уровень и замерять плотность пока останавливаю запись так вот засверлил рассверлил высверлил дырочки отверстия и начнем с того что посмотрим какой уровень электролита в баночках начиная всегда с плюсовой банки считаю ее 1 и вот как раз мы упираемся в пластинки смотрим курой ой бляху хочу такое ты 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 уровень это в первой баночке у нас и нету так ну давайте вторую баночку во второй баночке пол сантиметра в 3 баночки 07 сантиметра 08 4 5 пол и здесь у нас тоже пол сантиметрика так сейчас я замерю плотность рефрактометром заполню карту плотности чтобы не забирать ваши драгоценное время это в первую очередь нужно для меня замерим плотность на на том порядке на котором эта плотность у нас присутствует на батарейке сейчас минус 2 градуса поэтому поправки на температуру я никаких делать не буду так как мерить буду рефрактометром сейчас сделаю карту плотности и продолжим работу с этой батареи так ну давайте первая баночка видим обсохшие обсохшую перемычку которую мы будем доливать вот заливать водичкой исходя из этой вот вторая баночка но основной упор будет конечно мы обратим внимание именно на эту перемычку чтобы ее залить водой то есть замеряем уровень водички который зайдет и исходя из этих параметров будем уже делать выводы как доливать в других баночках но вот это последняя тоже 6 баночка перемычка и как-то так вот замерим плотность плотность у нас что у нас получается с плотностью 1 баночка 23 2 3 26 26 4 27 5 26 и последняя шестая 24 25 так значит приехали клиенты пришлось немножко приостановить запись так ночью мы остановились плотность я сказал какая сейчас я сделаю запись посмотрим внутрь с помощью вот такого зонда что там у нас творится изнутри это я тоже сниму и ставлю ролик и после этого буду производить нет сегодня я ничего с этой батареей делать не буду как и сколько буду давать доливать воды это будет чуть чуть попозже сегодня я единственное что сделаю это залью залью да что такое с вечером башка трещит до сниму видео на зонда и на этом на сегодня работа будет окончена нам нужно чтобы батарея отстоялась друзья обязательно делайте отстой не менее 10-12 часов после снятия автомобиля сразу на зарядное устройства батареи ставить не стоит нельзя потому что вот это поверхностное напряжение она не даст вам полностью зарядить батарею вот это если вы пробуете заряжать сразу после снятия с автомобиля ничего у вас не получится обязательно делайте отстой как говорит мой батя спешка нужна при вовле бог и при поносе бате можно доверять он у меня парень старый закалки 85 лет поэтому сейчас сниму видео на зонда и батарейку в отогревочный стенд или полка как правильно называется короче батарейка мы вначале отогреваем минус 2 только после этого я буду доливать водичку чтобы водичка была одинаковой температурой с электролитом который находится в батарее пока все так друзья сделаю небольшое дополнение это для тех кто смотрит мои ролики впервые по поводу и по поводу вот этих вопросов таким как сверлю чем сверлю сверлю обычным сушу реком сверлом на 8 значит почему на 8 для того чтобы в лес влезла камера зонда затем по окончании работы как только мы закончим работу я заправляю вот таким образом эти отверстия или дырочки как угодно термо обычным термоклеем термоклей отлично держится и на весь остаток жизни этой батареи этих пробочек будет достаточно любой момент если это более свежая батарея бывают такие случаи когда привозят батареи после неисправного генератора то есть батарея выкипает явно видно что она выкипела и батарея если свежие то можно повторно нагреть эти пробочки феном прогревается и эти пробочки отлично выкаупываются оттуда так ну вот теперь на сегодня это все батарейка отстоялась вернее не отстоялась а прогрева сяно всю ночь стояла у меня нас на полочке отогревочные и я уже произвел долив воды но прежде чем раз я расскажу как я по какому принципу я доливал воду небольшое отступление по дело в том что задали вопрос мне как я как можно определить степень заряженности батарей у которых который у не обслуживаемых батарей значит в основном все как батареи которые не обслуживаются имеют вот такой вот глазок он очень легко вытаскивается это может можно сделать двумя отверточками аккуратненько это пробочка обычная пробочка и этот глазок можно вытащить и с помощью хотя бы одной баночки мониторить плотность лучше конечно просверлить во всех банках но есть батарейка свежая не без пробега то смысла сверлить во всех банках я не вижу потому как в основном вот эти батареи не обслуживаемые они работают отрабатывают без доливки весь свой срок службы и особой необходимости в редких случаях конечно особо не необходимости я не вижу в том чтобы банки высверливать значит принцип по которому я доливал воду вот в эту батарею восьмилетнюю значит вот здесь у нас есть перемычка поперечная в крайних банках эту перемычку хорошо видно так как у нас в основном больше всего выкипает крайние банки значит в крайние банки я начал с плюсовой плюсовую банку я долил 40 миллилитров плотность у нас в этой банке было 123 в эту крайнюю баночку я долил здесь 1 245 плотность сюда 50 где по 126 я залил вот в эти три банки по 60 миллилитров и в эту банку где 127 долил 80 миллилитров 80 миллилитров но электролит почти под крышку видно вот будем считать что вот это заводской уровень но у нас уровень получился чуть чуть выше этой черты никакой формулы никакой системы определенной в этом плане быть не может потому что никто не знает сколько в этом или в этой батареи электролита и поэтому как бы так в анекдоте делаем все на глаз или там как говорят на хрен себе насыпь собака серая примерно так что уж теперь займемся зарядом этой батареи заряжать буду на свободном вымпеле 57 все практически все у меня зарядники заняты ему два штуки свободны сейчас закину в зарядный бокс и продолжим работу с этой батареи и так наша варта восьмилетняя зарядном боксе подключил не выпил и что мы видим по нрц батарейка отстоялась и что и следовало ожидает 12 половиной вольт на этой батареи это ее нормальная нрц после отстоя если мы начали заряжать непосредственно после снятия с автомобиля мы бы увидели нрц 12 7 12 8 как это было вчера значит выставляем зарядный ток зарядное напряжение ставим 17 вольт и 5 процентов от емкости 33 с половиной ампера зарядный ток все включаем выпил на заряд и пошла у нас работы так давайте добавим ток три с половиной ампера и будем вычислять напряжение окончания заряда до которого допрыгает эта батарейка допрыгает долетит доползет доскачет пока отключаемся и ждем напряжение окончания заряда до которого дойдет на пяти процентах эта батарея как видим через час не с небольшим приняв на грудь 36 ампера наша старушка начала сбавляя добежала до 16 8 вольт и начала сбавлять обороты по току сейчас уже 33 потихонечку ток падает вот нрц добежала у нас до вернее не нерс напряжение окончания заряда добежала до 16 8 вольт и ток потихонечку пошел вниз что ж будем мониторить ситуацию дальше по окончании этого цикла сделаю замер плотности ну опять я немножко забегаю вперед давайте будем мониторить прошло час на два и всего лишь 36 ампер влетела в эту батарейку итак друзья прошло 2 36 часа аккумулятор скушал 8 32 ампера и в импер нам подсказывает что заряд окончен что мы будем делать на текущий момент прямо немедленно сейчас сделаем замер тестером отключаем и батарейки дадим отстояться можно конечно немножко ускорить этот процесс с помощью какой-то дополнительной нагрузки но я этого делать не буду почему объясню чуть чуть попозже итак подключили тестер и делаем немедленный замер который некорректный но нам нужно убедиться в каком направлении мы двигаемся в правильном или не противоположным от правильного так вот у нас по n 512 я выставлял 515 давайте так же само выставим 515 и будем посмотреть так ну что ж что мы видим 40 процентов посоху и 326 перед началом нашей работы вернее вчера мы видели 23 процента здесь у нас на беречке 20 и сопротивление у нас 849 было сопротивление 1188 друзья мои это восьмилетняя батарея номинальный показатель которому мы будем стремиться это 350 ампер 350 ампер для двенашки это более чем достаточно чтобы эта батарея отработала еще лето наша основная задача сделать батарею крутящий много очень много пишут в комментариях а где сливы емкости нам надо узнать емкость друзья мои основная задача стартерных батарей почему они называются стартерные это запустить двигатель автомобиля чтобы он заработал то есть основной показатель батарей стартерных это пусковой ток если вам нужна емкость если вы хотите узнать какая будет емкость покупайте новую батарею если нет возможности купить новую батарею то не надо делать вот эти эксперименты которые заканчиваются в основном плачевно каждый слив каждый слив емкости будет стоить вам этой самой емкости то есть после очередного такого ктц в следующем замере если вы будете делать два замера подряд два подряд ктц такой емкости которая была предыдущей вы уже не увидите то есть с каждой просадкой батареи вы будете терять параметры оно вам надо если кто-то имеет желание со мной поспорить но друзья ради бога спорьте я разве против я не собираюсь землю есть землю чтобы вам что-то доказать если моего слова недостаточно моего мнения ради бога делайте эксперименты пытайтесь что-то противопоставить рассказать что нужно делать так и так дело хозяйское почему батарея будет остаиваться естественным образом вот как раз для того что у каждых батарей у каждых батарей у этих у этих у тех у других есть определенное количество под которые они рассчитаны зарядных циклов циклов заряд-разряд то есть если батарея высаживается естественным образом эта высадка она как бы не идет в зачет но если вы вешаете на нее нагрузку любую нагрузку 1 ампер там 5 ампер 20 ампер многие это любят делать чтобы посмотреть сколько же там этой емкости елки-палки ну зачем вам эта емкость для чего объясните для того чтобы батарея выполняла свои прямые обязанности вам нужен пусковой ток чтобы автомобиль запустился каждому клиенту который забирает подобные батареи я стараюсь объяснить что эта батарея вот как в данном случае она предназначена только для запуска двигателя и никак не предназначена для гомнитофонов и всех прочих устройств которые будут у вас ее выкачивать на заглушенном двигателе если любите слушать музыку на даче открыв там багажник дверьки на всю громкость покупайте новую батарею и выкачивайте кончайте это не вопрос только потом не нойте что у вас батарея служит 2 года а в нынешних условиях я думаю что когда эти батарейки будут стоить хороших денег они сейчас будут стоить хороших денег поверьте на слово стоит призадуматься о том как продлить срок службы этих батарей и применить к ним своевременное обслуживание без своевременного обслуживания своевременного ухода батареи конечно не будут вырабатывать свой срок я вот не знаю на чем эта батарейка стояла что она дожила до 8 лет GM General Motors я честно говоря не помню первоначально на чем эта батарейка приезжала в данном случае эта батарейка приехала на 12 по моему первый раз когда она была у меня она была на другом автомобиле не помню потому что поток большой иногда клиент заходит улыбается лезет чуть ли не целоваться в десна а я его не помню потому что людей очень много приезжает я заранее прошу извинения приношу свои извинения тем на кого я иногда смотрю отрешенно потому что не могу вспомнить так дадим батарейки отстояться 3 часа 3 часа как минимум и сейчас я сделаю замер плотности свачу сейчас рефрактометр свой и пробегусь по ванночкам посмотрю записывать это не буду чтобы опять не удлинять ролик поймите меня правильно я не делаю экспериментов для на публику я работаю для того чтобы заработать немножко денег от своей работы и стараясь эту работу сделать как можно качественнее основная задача наша раскрыть эту остатки возможности этой батареи и нам нужно этого добиться без всяческих там экспериментов ради какого-то хайпа и не знаю короче не знаю вот так вот так замеряю плотность и плотность мы сейчас либо я запишу вот с левой с левой стороны от той плотности которую мы первоначально потому что итоговую плотность мы будем записывать вот в этой графе в беленькой и будем думать что нам делать дальше дальше а пока отключаемся в смысле выключи не отключаемся а выключаем запись итак друзья сделал замер плотности и что мы видим значит крайние баночки у нас плотность по 1,18 и погнали дальше 1,21 и 3 по 1,23 значит где 1,21 мы дольем буквально 15 миллилитров воды водички а в эти 3 баночки попробуем втиснуть по 30 миллилитров если получится разбоняжем в итоге если мы добьемся от этой батарейки плотность хотя бы 1,24 и 1,25 для лета это вполне будет этой плотности достаточно нам нужно эту батарею дать ей возможность доработать на этом автомобиле на адвинахе чтобы владелец подкопил немножко деньжат бабок капусты для того чтобы в следующей зиме приобрести на эту машину уже абсолютно новую батарею надо эту батарею выжать основательно то есть вымотать ее чтобы ее было не жалко чтобы не жалко было ее сдать в утиль так ну что ж доливаю водичку и отключаю запись опять в очередной раз так друзья батарейка отстоялась 2 часа 40 минут давайте снимем еще раз параметры что нам дал отстой в каком направлении движется батарейка так 515 ампер так вспышку включим чтобы было более хорошо видно так 46 процентов посоху 350 ампер пусковой и нрц 1270 так сопротивление 790 нрц мне не слишком нравится с одной стороны нравится с другой стороны не нравится сильно низкий нрц может свидетельствовать о том что батареи либо повышенный саморазряд уже либо батарея наша еще не заряжена ну давайте сделаем еще один такой цикл зарядный еще один такой зарядный цикл как мы делали перед этим не меняя настроек остается у меня времени час двадцать до окончания работы я думаю батарейка за это время примет необходимую норму для нее и будем отстаивать батарею до завтра так сейчас поставлю на паузу и подключу зарядник так подключил зарядник выставляем 14 а 16 8 и также 3 с половиной ампера без подпора вот так вот вот так включаем так включаем аккумулятор подключаем к заряду ну все продолжение маргезонского балета пошло пока останавливаю запись прошло час пятнадцать батарейка скушивая еще 3 ампера и вымпел утверждает что заряд окончен ну давайте поверим вымпелу и будем отключаться на сегодня хватит заряд окончил на напряжение 16,6 вольт и с током 2,4 ампера отключаем зарядное отключаем батарейку и даем ей отстояться до завтра завтра с утречка сделаю замер плотности и попробуем сделать уравнивающий заряд как мы это будем делать я буду записывать уже завтра батарейка отстоялась порядка 18 часов после наших двух вчерашних циклов и давайте будем посмотреть что так 515 ампер кстати вот интересный факт что 75 батарея с таким маленьким вартовская с таким маленьким пусковым током им виднее так и видим 44% по СОХу 345 ампер пушковой ток и НРЦ 12,64 12,64 сопротивление 8,00 так давайте посмотрим что у нас с плотностью мы сейчас можем замерить плотность так плотность 1,22 в крайних банках которые более отстающие так это у нас было 1,26 1,23 так это тоже было 1,23 та банка в которой была 1,27 вот так также 1,23 и вот это в этой баночке мы походу налили немножко лишней водички и плотность 1,22 так и вот эта баночка которая у нас тоже отставала первое неудобно мерить здесь 120 120 так ну что наверное давайте сделаем еще один уравнивающий зарядик и на этом будем останавливать работу с этой батареей потому как дополнительный цикл ничего нам не принес было 46 процентов и 350 ампер после второго цикла параметры немножко ухудшились давайте сделаем уравнивающий заряд делать будем следующим образом напряжение выкручиваем до самого конца и зарядный ток выставим в 1 ампер и будем заряжать до той доброго добрая совсем неожиданно приехали клиенты и так значит мы делаем уравнивающий заряд одним ампером и напряжение выставили до конца пока нам в импер не подскажешь что заряд окончен будем проводить еще один очередной цикл я думаю что если даже до 1 25 выставим плотность то это будет нормально одним ампером догнали до напряжения 16 с половиной вольт верней батарейка добежала сама до 16 с половиной вольт заряд продлился час и час копейками и вымпел нам опять подсказал что эдс выровнялась значит после этого час батарейка отстоялась и вот я еще один цикл высадил батарейку не снимая вымпела то есть нагрузкой выступил вымпел но это минимальная нагрузка там по моему с минимальным током и теперь я минимальным током 0 6 ампер опять произведем еще один до заряд пока нам вымпел не подскажет что до заряд закончен будем мерить потность и делать соответствующие выводы что мы будем каком направлении будем продолжать двигаться прошло 4 часа 10 минут после начала и окончания двух циклов с промежуточным отстоем значит второй цикл уравнивающий закончился на 16 вольтах и 0 7 амперов давайте замерим плотность как видим плотность в этой баночке где у нас было так это у нас пятая баночка 123 сейчас у нас плотность 126 так давайте по всем баночкам тогда пробежимся так это отстающая баночка 125 отлично отлично значит что я буду делать дальше сейчас я сделаю отбор из этих банок потому что электролит под самой крышкой это уберу миллилитров по 30 с каждой банки нет наверное не так сделаю чтобы выровнять уровень электролита по всем банкам сейчас вынесу на улицу и наклоню аккумулятор равномерно чтобы вылилось с со всех банок отолью электролит чтобы он выровнялся по рекомендованному уровню почему я делал завышенный завышенную концентрацию дистиллированной воды для того чтобы растворить чтобы было больше места для растворения вот именно этих сульфатов которые образовались в результате очень длительной работы этой батарейки сейчас отолью запаяю заплавлю закрою задырявлю эти отверстия и сделаем замерчик что у нас в итоге получилось после этой всей работы наши и так друзья чтобы не тянуть кота за яйца три часа батарея отстоялась делаем сегодня замер потому что сейчас буду звонить клиенту рабочий день заканчивается без 26 буду звонить клиенту чтобы он эту батарею завтра суточка забирал и вот чего мы успеем смогли добиться 45 посох у 348 ампер пусковой ток ну я думаю что до утра батарейка еще отстоится и со где-то будет 47 48 процентов и пусковой 350 может 355 возможно даже 360 ампер это план задача с которой мы справились то есть нам нужно было нам нужно было добиться от этой батареи чтобы она была крутящая и чтобы она отработала ну хотя бы еще месяца 45 до наступления следующих холодов значит подъедет клиент промерю зарядку посмотрю если у него паразит к этом все прочее чтобы у него не возникало проблем с с этой батареей из-за неисправности именно автомобиля что касаемо плотности во всех баночках плотность у нас выровнялась 125 я не стал это записывать но мы сделали замер крайних баночек которые были проблемные самые значит 6 и 2 или 3 я уже не помню друзья подвезли еще батареек поэтому буду делать ролик буду стараться делать ролик покороче ну как обычно у меня это не получается ну что еще хочу сказать по отношению вот именно к этим таким штатным батареям и нет немножко по-другому многие задают вопросы почему я не придерживаюсь не советов рекомендации производителей батарей как производитель рекомендует работать с этими батареями ну все предельно просто мое мнение такое что производитель умышленно дает неправильные советы для того чтобы ваши батарейки друзья ходили поменьше то есть почему такие выводы ну вот мы видим штатную батарею и очень часто я сталкиваюсь именно со штатными батареями которые на рено на фордах на да далеко не надо не нужно ходить на вазах стоят окомовские батареи которые абсолютно другого качества якобы там утверждение что другая конвейерная линия специальная для у варты у боша и боша другие конвейерные линии которые делают батарейки немножко по качестве ну значит производитель знает как делать качественные батареи которые ходят 56 лет которые выхаживают какой-то гарантийный срок все-таки производитель знает вот эти вот нюанс почему те батареи которые идут на привалок отличаются по качеству и ходят 3-4 года ну в крайнем случае очень редко 5 это при условии что батарея эксплуатируется и обслуживается до до всяческих пределах правильно а вот наглядный пример батарейки 14 года и это батарейка еще поработает она двенажку будет при 350 ампер пускового тока это достаточно для летнего периода за глаза почему плотность 125 этой плотности будет достаточно нам еще раз повторюсь нам нужно чтобы эта батарея доходила домотала свой срок и чтобы ее потом было не стыдно не жалко вернее сдавать вот так же привезли не еще одно корейское чудо это стартер стартерная батарея стартер значит вот с такими параметрами 10 процентов я не снял с автомобиля то есть он приехал своим кодом но чувак говорит каждый день я и заряжаю вот и что-то с ней не так значит 10 процентов емкости по суху многие меня говорят это не емкость хрен с ним не емкость будем называть это сох и 180 ампер это батарейка выдает батарея стояла на приори принципе 180 ампер даже 180 ампер приори надо 150 для уверенного запуска 180 как бы она крутит заводит все нормально правда просадочка до 8 30 что удивительно автомобильчик завелся так но здесь такая проблема батарея в эксплуатации год но владелец сказал что он не обратил внимание вот еще не нашел где у него здесь указан указана дата выпуска ну ладно я поищу поищу посмотрю так вот здесь у нас ладно по ходу восемнадцатого года это батарейка такое ощущение что она восемнадцатого года к давайте включим вспышку здесь вот что то мы видим да скорее всего восемнадцатого года и батарейка с утра она абсолютно не крутит но здесь проблемка опять же вот такая красный светофор у нас индикатор показывает красный это репайс репайс доливка то есть батарея тоже обсохшие сейчас не сегодня завтра займусь этой батареи если кого-то интересует пишите в комментариях сниму ролик если вам конечно интересно сниму ролик по поводу этой батарейки как она пойдет что с нее получится дальше в принципе вот эту батарейку сейчас должны приехать забрать когда при но это вообще она на крузоке стоит эта батарейка конечно слабенькая но как бы крутила его с такими показателями привезли 48 посоху и 454 сейчас порядка 70 процентов эта батарея вылезла также вот не обслуживаемая батарея так еще где-то у меня так когда они забрали забрали еще была такая же батарейка типа такое также ее пришлось свердить засверливать ну в принципе я честно говоря с такими параметрами стараюсь батареи уже отходить но глядя на некоторых клиентов конечно приходится с этими батарейками работать так человек не может купить сейчас допустим нет такой возможности у него приобрести новую батарею и тем более я сторонник покупки батареи именно в зиму если раскидать на сезон батарея среднем теряет грубо говоря 10 процентов от своих параметров показателей то 8 процентов это на лето а 2 процента на зиму поэтому батарейки желательно приобретать конечно на зиму в зиму так что-то еще хотел сказать она по поводу того что ну обязательно кто-то напишет не стыдно отдавать такую батарею с такими показателями 350 ампер мол ребята чудес на свете не бывает батарейка вымотанная выработанная и клиент прекрасно об этом знает надеяться на то что где-то когда-то она будет по полчаса можно будет послать масло от не получится три удачных попытки запуска и батарея конечно естественно она дальше крутить не будет но первоначальный запуск 350 ампер для двенашки за глаза 150 180 ампер потребляет стартер на двенашки поэтому исходя из этого как бы запас для запуска есть зимой конечно в наших условиях это батарея работать не будет но остаток остаток юбилей она явно не справит десятилетия это сто процентов но сколько полгодика она еще от ковыляет эта девушка беззубая старая кляча варта она еще поработает ну что всем хочу пожелать удачи добра здоровья самое главное мира ребята самое главное мира всем пока